Доброе утро, девочки мои! Открываю окошко, как обычно, и смотрим мы утром, что у нас на улице делается. Плюс 2 градуса. Ну, ветерочек слабенький есть, но такой небольшой вроде пока. Пасмурно, что делать, пасмурно. Сегодня надо будет выходить не из дома. А птички что-то не поют. А я сегодня, девочки, записалась на стрижку. Заросла уже, вот просто я не знаю, как укладывать. Укладывай, не укладывай, все куда-то торчит не туда. Вот, в общем, быстро очень зарастала. Хотя я стриглась в последний раз перед Новым годом. Уже полтора месяца прошло. Вот, но у меня есть пока что еще немного времени, и я решила сейчас приготовить соус в мультиварке. Свинина с картошечкой. Хотя кто-то говорит, что это не соус, но в Ростове у нас называют это соус. Поэтому по-быстренькому приготовлю и уже буду собираться на выход. Так, я уже все подготовила. Включила режим жарко, быстренько. Сейчас все нарежу, и все. Времени нет у меня тут, в общем-то, играться с этим делом всем. Я решила приготовить сейчас обед, потому что я так прикинула, что я уйду, потом по магазинам надо пройтись. Я уже когда приду голодная, мне уже не будет вообще времени, желания, честно говоря, тут что-то готовить. Я тогда точно начну есть слухой бутерброды. Я так приду, у меня раз уже готовый соус. В мультиварке прям его оставлю. Он даже, наверное, еще и остыть не успеет. Вообще, каждый раз думаю, что готовить. Сильно особо заморачиваться не хочется. А с другой стороны, ну, я люблю какие-то определенные блюда. Вот они мне нравятся. Я их с какой-то определенным чередованием готовлю. Такие кусочки порежу, да и все. Так, картошку я уже почистила. Я ее уже... Сейчас порежу и все. Так, и по-быстрому морковку. Я морковку тоже не могу сильно мелко резать. Вот так вот я ее еще сразу. Такими вот дольками. Бывает, когда торопишься, а я тороплюсь, в общем-то. Бывает так, что хочется по-быстрому. Я когда вот так вот все это делаю, режу все. Так, жаруха. Жаруха началась уже. У меня сегодня, в общем-то, хорошее настроение. Несмотря на то, что погода такая, серая, то серая. Может быть, потому что я готовлюсь уже к стрижке. Тут морально я готова. И меня это уже как-то радует. Так. Закидываю. Сейчас помешаю все, да. Все это делаю. И быстренько лучок туда еще нарежу. Все, сейчас немножечко это все дело обжарится. И тогда я уже закину картошку, залью водичкой и поставлю режим в суп. Ну, минут на 40-45. Я думаю, достаточно будет. И все, в конце зелень. Все, соус мой готов. Сажусь обедать и быстренько бегу на стрижку. Ну, вот и все, девочки. Я вышла. И все, отправляюсь в салон красоты. На стрижку. Будем делать красоту. Ой, а на улице нормально. Ветра сильного нету. Ну, такой легкий ветерочек есть, конечно. Но, во всяком случае, не холодно. Лужи не замерзшие. Плюс 2 градуса. Вот. Ну, хорошо. Правда, небо такое серенькое, пасмурное. Ну, что делать? Куда деваться? Ой, а собаки гавкают без конца. Как я уже за весной скучаю. Если бы вы знали. Прямо уже так хочется. Солнышко. Птички поют. Листочки распускаются. Кроссовочка. Курточка без шапки. Хочется. Натянула. Вообще, не знаю. Волосы торчат в разные стороны. На голове черти что. Так что. Все, девочки. Поехали. Потом посмотрим, что получится. Ну, стричься буду, как обычно. В общем, ничего новенького. Просто немножко покорочим. Это все. Все, моя хорошая, подстриглась. Пока я не напялила шапку, хочу просто показать, как стрижка нормально выглядит без шапки. Сейчас посмотрим, что там сзади у нас получается. Вот в зеркале. Хорошо как. Сразу дышится легче. Так классненько. Все, а сейчас шапочку одену и будет все. Будет потом все не так. Будет все прилизанно, непонятно как. Все. Я довольна. Я довольна. Я счастлива. О, сразу преобразилась женщина. Вот такое небо, девочки. Все, я вышла со стрижки. Хочу зайти в фикс-прайс через дорогу. Я смотрю, там написано аренда. Это видно, они уже закрываться собираются, что ли. Ну, посмотрим. Во всяком случае, это не мой фикс-прайс, куда я хожу регулярно. А в другом лежит все немножко по-другому. Может быть, я там найду что-нибудь интересное для себя. Но ненадолго туда хочу заскочить. Потом мне нужно еще забрать сегодня фаберлик. Мне нравится, что сухой асфальт. Ну, такой влажный, конечно, но нет луж. Более-менее сухой асфальт. И вот это уже так хорошо. Ну, снега нигде нету, льда нету. Уже все это растаяло. И это тоже хорошо. И то, что ветра нету, хорошо. А то, что солнышко сильно очень прячется, то это, конечно, не совсем хорошо. Так, ладно, короче говоря, топаем фикс-прайс. Хочу там кое-что посмотреть. Я только зашла. Смотрю, тут такие мишки. Хорошенькие, маленькие. 99 рублей стоит. Я думаю, взять Настюшки розовенького такого мишку. И все. Его удобно будет в сумочке, если что, носить с собой. Есть, конечно, побольше. 299. Но я хочу маленького. Такого возьму. Смотрите, какие кружечки с крышкой. Заваривать чай, закрыли крышку. Ложка будет торчать. Есть тоже разного цвета. Вот такую можно кружку на подарочек подарить. Так, вот эти кружки стоят с сердечкой. Кружка с сердечкой. 249. А вот эта кружка. Любовь. 149. 199. Какая из них? Тоже симпатичная. Что-то мне на розовый цвет все равно тянет больше, чем на другие цвета. Классно. Так. Это что это тут? Это что-то типа хлопушки. А, это хлопушка лепестками. Там внутри лепестки. Или это не хлоп... Ну, наверное, похоже на хлопушку. Так. Так. Декорация цветочных композиций. Непонятно, что это. Сколько это стоит. Вот такие шарики еще симпатичные разные есть. Вот такие вот сердечки. Розовенькие есть. Симпатичные. Только непонятно. Это на детский набор цена. А вот на эти сердечки я циника не вижу. Его нету. Декорация настольная. Светящаяся. 249 стоит. Это вот тут. Тут просто несколько лампочек маленьких светится и все. Ну, вот такая вот штука деревянная. Так, что тут еще хорошего есть декоративный фрукт. А вот это что? Шкатулка 149. И просто шкатулка. Обычная, с крышкой. Вот такая красивая. Вот какие-то неоновые палочки. Только я не могу понять, во-первых, сколько стоит. Цены нету. Как они работают. Непонятно. Фигурная свеча. 199. Вот такая. Разных цветов расцветок есть. Копилка 149. Разных расцветок есть. Вот такая вот копилка. В виде коксовы. Декоративная фигурка. 249 рублей стоит. Ценник стоит на эту вроде бы. Но это похоже тоже на настолько же стоит. Интересно. Сюда маленькие цветочки можно поставить настоящие. Прикольно будет. Спрей для декорирования. Серебро есть и золото есть. 199 рублей стоит. Смотрите, какие маленькие леечки. И цены на них нету. И они разных цветов. Есть желтенькая, салатная, розовая. Класс. Это вот цветочки поливать. Прикольно. Оно как кружка вроде бы. И в то же время цветочки раз. А, нет. Там нету дырки. Ой, так это не поливалка. А что же это такое вообще? Просто такая кружка. Ну и сделали бы уже поливалочку такую домашнюю. Я смотрю картина из пайеток. 99 рублей. Это как? Это пайетки приклеивать, что ли? Очень интересно. Там разные есть картиночки. И вот это что это такое? Раскраска по номерам со стразами. Это прикольно. Посмотри тоже. На этот цены нету. Нашла я ценник. 199 рублей. Вот это удовольствие стоит. И тут надо сначала раскрасить красками вот эту картинку. А потом еще украсить стразами. Но это 5+. Ну прикольно ребенку такое сделать. Я смотрю много наборов для творчества появилось. Вот это с карандашами и песком для аппликации. А вот это с карандашами и стразами для аппликации. Вот это же уже интереснее и интереснее. На этом цены нету. Ну тоже стоит где-то наверное рублей. Может 99, а может 199. Иду и сразу вижу вот эти вот блестяшечки. Они меня прям привлекают внимание. Это расческа. Вот такая 149 стоит. Вот ребенку это будет прикольно, мне кажется. О, смотреть на вот это вот. Это же интересно, да? Ну она так довольно-таки мягкая, нежная должна быть. Ращесочка маленькая. В сумке немного места будет занимать. Ну похоже она стоит 149. Ой, тут еще желтенькая есть. Тоже такая. Ну это вот один, это зеркало. Последние. Щипчики для ногтей. Во многих местах нету цинников совсем. Щетка для умывания. Три стороны на ней. Погрубее, поменьше, поменьше. Интересно. И нету цинника тоже. Сколько оно стоит, я не знаю. Но они из разных цветов. Розовенький, салатный. О, я видела алмазную вышивку здесь. Новые картинки, которых у меня нету. И что-то тут вот, наверное, по карточке со скидкой, да? Вот так 99 рублей стоит. И какие-то тут новые есть рисунки. Надо взять, поделать дома что-нибудь, да? Цветочки. Ой, я смотрю, уровень с магнитом. Стоит 99 рублей. Довольно-таки компактный. Но здесь вот два глазка угломер до 360 градусов. Уровень с магнитом подвесное отверстие. Магнит вот здесь. И стоит недорого. И в то же время в разных плоскостях можно это все... Вот так вот можно на плоскости вот так поставить. Вообще прикольная штука. Ну, вот она мне раньше была нужна, когда я плитку ложила. Да вообще так иногда что-то вымереть надо. А сейчас вот она вроде мне и не нужна. И я не знаю, вот мне ее брать вроде не нужно. Хотя я помню, в свое время была очень нужна такая штука. И в то же время нужна была она компактная и недорогая. Вот сейчас бы взять бы, но не надо. О, вот тут совсем по-другому висят сумки. Вот их можно, по крайней мере, вот так вот хорошо разглядеть. И они тут всякие разные есть. Это что-то, рюкзак такой интересный. Так, только цен я не вижу. Бокал для вина. Интересно. Кажется двойной, но он не двойной. Здесь просто какое-то толстое стекло. Хотя тоненькая ножка. 199 рублей стоит один такой бокал. Вот тут что-то написано. Разное написано на этих бокалах. Какая симпатичная баночка. Обычно просто прозрачное все, с металлической прыжкой. Баночка вот такая 149 стоит. А эта 249 стоит. Большая 299 стоит. Вообще большая, огромная. А вот термос из нержавеющей стали. 299 стоит. Он весь полностью из нержавейки. 400 миллилитров. По-моему, это недорого. Вот они подставочки. У меня вот такая подставочка. У них вот таких еще цветов есть. Разные цвета. Но мне нравится то, что здесь толщина хорошая. А вот эти, которые потоньше, мне кажется, может быть и не очень хорошо. Вот. Белебеевская пастила. Кстати, девочки, пастила очень хорошая. Вот. Ее цена 79 рублей. Я ее попробовала. Она мне очень понравилась. И очень даже... Вот она вся такая ручная работа. Эко-классическая. Ее можно смело кушать. Вот, например, яблоки кислые для меня. У меня кислотность повышенная. А, вот такую я брала. Но я думаю, что она, в принципе, одинаковая. Вот так она выглядит. Видите? Вот эти печеньки. Вот 59 рублей стоят. Питчи. Очень любит моя внучка. Самое главное, в последний раз она мне сказала, бабушка, у меня на тренировке девочки ждут вот этих печеней. Купи, говорит, их еще. У меня девочки любят эти печеньки. Я их всегда угощаю. Ну, в общем, для девочек на тренировке и для внучек я сейчас возьму. Девочки, фруктовые леденцы. Мне, честно говоря, напоминают детство. Раньше, помню, тоже тетя из Москвы привозила вот в таких металлических маленьких коробочках маленькие кругленькие леденцы. Ой, я их так любила. Не знаю, 79 рублей стоит взять, что ли. Просто хотя бы угощать. Там соседка придет угостить ее. Кого-нибудь угощать будет. Так, ну, я смотрю, здесь особо сильно нового нету. Отличие от нашего магазина. И кружки такие же в основном. Кстати говоря, я сказала, что в аренду сдается магазин. Нет, там написано аренда цокольный этаж. А это наверху находится фикс прайс. Посуда здесь такая же, как и в нашем магазине. Идем дальше. Я смотрю, здесь есть чайный напиток, вечерний сбор, натуральные травы. Стоит 27,50. Луговая ромашка стоит 27,50. Можно по карточке скинуться. Сладкая липа, душистый чабрец, сочная вишня. Ну, такое я не люблю. Вот у дочки иногда вот такой вот чай я брала, пила. Мне нравится. Тоже фруктовые, всякие разные фрукты. И вот такие вот треугольнички прозрачные. Классные. 159 рублей. Упаковка 20 пакетиков. Что-то я вот встала над этим паштетом. Паштет печеночный со сливочным маслом. Стоит 29,50. 26 это по карточке. 27,50 стоит паштет печеночный. И тут написано ГОСТ. А тут почему-то не написано ГОСТ. И вот такой 27,50 стоит вот такой паштет бекон. Печеночный тоже. Честно говоря, вот я на него смотрю и не знаю, понравится он мне или нет. Ладно, возьму вот этот на пробу. Так, я смотрю литр гранатовый напиток из сока прямого отжима. Литр стоит 55, но это без скидок. А вот 0,33 стоит, но здесь написано гранат. Больше ничего. Напиток тоже, наверное, сокосодержащий напиток. 27,50 стоит. Но мне большой, вот честно говоря, не нужен. Хотя я не знаю, маленький нужен мне или не нужен. Даже не знаю. Так, ну все. По одежде ничего тут уже актуального нету. Потому что зима заканчивается. И уже шапки, перчатки, да и носки теплые. Мне нужны. Детские варежки. Вот такие прикольные. 99 рублей. Перчаточки детские. Варежки тоже. Но они уже не нужны. И такие есть. И такие вот деньки черненькие, может быть. Ну, сейчас они зачем? Сейчас они уже не нужны. И селенькие еще есть. Детские трусики. Разных расцветок есть. И разных размеров. 79 рублей. Для мальчиков. Боксеры. Вот такие тоже разные. Есть размеры. И маечки. Маечки тоже есть разных размеров. Светильник с маркером. Это как? А, на нем писать. Оно будет светиться, на нем писать. Ух ты, прикольно. 299 стоит. Так, ну мне это не нужно. Все. Пошла я на кассу. Да, думала я в Фаберлик пойти. Но еще целый час до Фаберлик. Ой, вроде бы как солнышко что-то там пытается показаться. В общем, я решила выйти на свои остановки. Зайду в пятерочку. Занесу сумки. И подожду, когда уже время придет. Тогда уже я пойду спокойно в Фаберлик прогуляюсь. Все, девочки. Пришла я домой. И что я покажу вам взяла. В фикс прайсе взяла вот эти вот печеньки. Питчи. 59 рублей стоят. Паштет стоит 26 рублей. Леденцы стоят 79 рублей. И вот я открыла. Они там были запечатаны. Открыла, чтобы посмотреть. Они мне, я думала, это как мампансии. Но на самом деле леденцы покрупнее. Ну, надо будет попробовать. По крайней мере, такие вот леденцы. Можно угостить кого-то. Игрушка 99 стоит. Алмазные вот эти вот штучки стоят по 85 рублей. Каждая. Взяла так, чтобы на досуге было чем позаниматься. Уже соскучилась по этой алмазной вышивке. И вот эти вот две штучки взяла. Картина из пайеток. По 99 рублей каждая. Ну, вот одну сделаю я. Одну Настя попробует делать. Ну, в любом случае, я их обе, наверное, Насте и подарю. Ну, вот и все, девочки. На сегодня я видео хочу свое закончить. Я пришла домой, потому что я устала, запарилась. А до Фаберлика еще время есть. Поэтому я сейчас видео закончу. Я уже много там чего наснимала. Когда я пойду Фаберлик забирать и уже покажу, что я там заказала, это уже будет в следующем видео. Вот, кстати, видите, под шапкой, как у меня все слежалось. Я вам там специально показала, как там подстрилили. Все хорошо, пышненько было. Только натянула шапку и уже все. Уже другой вид. Ну, пока вот эти шапки не закончатся, буду выглядеть не поймешь как. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok